Девушки отдыхают Просим тебя сейчас, Господь, чтобы руах окодыш, действуя в наших сердцах, пробуждал в нас веру и помог нам расширить свой кругозор. Во имя Мессии просим. Амин. Помните такое место в Священном Писании, когда апостол Павел говорит, есть люди, которые различают дни, есть люди, которые не различают дни. Помните такое место в Писании? Ну как бы, есть такие, есть такие, есть разные, они всегда будут разные. Но я просто хочу заметить, что мы живем во время, когда, по-моему, обстоятельства жизненные требуют от нас больше различать, больше видеть, воспринимать ситуацию в более широком спектре. Я помню, когда очень такой мощной проповедью было, сегодня ты должен спастись, ты спастись, ты спастись, ты спастись. Есть даже так называемые четыре закона. Помните, там грех, грешник, там внутри в сердце сидит я, черное, кто помнит такие вот вещи, да? Знаете, я немножко, ну как бы, мне немножко забавно наблюдать эти законы, особенно, когда я вижу такую картинку сердца, и там на троне сидит такой я, черный, эгоист, а потом, когда человек спасся, там вроде Ишуа должен, Иисус должен воссесть, но получается, я белый там сижу. Ну, там был, понимаете, все намного сложнее. Бог хочет, чтобы лично человек спасся, чтобы повлиял на весь мир. И вот тема, которую я раскрываю, Тикун Улам, это чтобы мы могли себя почувствовать участниками очень большой картины. То есть, с одной стороны, мы маленькие люди, но участники огромной картины, без которой какие-то вещи даже не сойдутся вместе. И, к сожалению, очень часто можно увидеть такую странную гордоватость. Я в Ишуа, во Христе, я сижу на небесах. Есть такое движение, кстати, в послании Ефесяна, помните? Ну, покажи мне себя на небесах сидящего, то есть, что это значит для тебя, или как оно срабатывает. Вы знаете, есть такая старая, старая еврейская мудрость и поговорка, и она говорит так, возьми две бумажки и напиши на одной, я червяк, самый недостойный в мире, а на другой напиши, я тот, ради которого все сотворено. Сложи их, одну положи в один карман, а другую в другой. И когда наступит момент, когда ты почувствуешься на коне, знаете, бывает ситуация, вдруг чувствуешься, достань ту про червяка и прочитай. Когда ты внизу, достань другую. То есть, нам нужно научиться себя правильно сбалансировать. Ладно, давайте мы сейчас подойдем к материалу. И прежде чем я вспомню, о чем мы вчера говорили, я обещал вчера брату прокомментировать мидраж про ламыха. Помните? Ламых, каин, помните? Непонятные вещи. Короче говоря, я просто поднял, это несложно сегодня в интернете, все это легко находится. И вот там есть такие непонятные слова. Бог говорит каину, я, то есть, в 7 раз там, нахожу, потом ламы, кто меня там, 7 и 70 раз. И мидраж рассказывает примерно так. Так, каин пахал землю. Но когда он убил, то Господь сказал, проклята земля за тебя. Как будто закрыл ему возможность пахать. И Господь сказал, будешь бегать постоянно от людей, тебя будут преследовать. Это я вам пересказываю, как бы, вкратце мидраж. Каждый, кстати, может сам его взять и почитать. Но и так будет продолжаться очень долго. И каин очень ужаснулся от такого проклятия и стал, как бы, просить какого-то смягчения. И он говорит, но так же меня кто не встретит, тот убьет. И Господь говорит, я сделаю для тебя нечто, чтобы тебя, да, хоть как-то защитили. Здесь, как бы, мнения расходятся. И есть разные мнения. И так же мидраж говорит по-разному. Но идея такая. Идея такая. Одну секунду. Идея такая, что, давайте я просто прочитаю, чтобы было. И Господь дал Каину особый знак, чтобы никто его не убил. Что это был за знак? Есть несколько мнений. Одни говорят, что он стал прокаженным. Очень сомневаюсь, было бы что-то написано на эту тему. Чтобы все, видя возмездие, которое пришло в его жизнь, просто избегали его. Другой дал ему пса, который бы его охранял. Тоже немножко сыр. На лбу Каина вырос рог. То есть, это мидраж говорит. Я опять-таки сомневаюсь, хотя в некоторых старых рисунках мы можем видеть вот это вот изображение рога на голове Каина, чтобы его как бы все пугались. Или что Господь на лбу Каина выгравировал там одной из своих букв со своего тетраграмма, тетраграмматона. И что его стали пугаться люди. Очень сомневаюсь, что это вот так вот было. Что-то там было как знак, но не это важно. Словами, мой грех больше, нежели можно снести, Каин выразил свое раскаяние. Но оно было неполным. Он просто как бы пытался смягчить вину. И земля должна была по-прежнему отторгать его. Проклята земля за тебя. И поэтому он стал скитальцем. И вот здесь как бы, я пропускаю, потому что здесь много всяких вещей, неважно. Ламы потомок Каина в седьмом поколении. Одного из своих детей он называет Тувал Каин. Как бы превосшедший Каина. И написано про Тувал Каина, что этот человек стал обрабатывать железо. Помните там написано? И Медраж говорит, что он как бы стал более, он стал усовершенствовать то, что начал Каин. Каин начал убивать, а этот стал обрабатывать инструменты для убийства. То есть мог ковать железные какие-то приспособления, медные, железные, чтобы убивать. Ламы был слеповат. И он вместе с этим Тувал Каином, своим сыном, ходил на охоту. И однажды этот Тувал Каин закричал, я вижу какую-то тень, наверное, зверь. Ламы, ну я немножко историю рассказывал вчера. Ламах выстрелил стрелою, и оказалось, что это его пра-пра-пра-пра-пра отец Каин. И он махнул еще раз стрелою и случайно убил своего отрока, своего сына Тувал Каина. Это Медраж рассказывает. Мы можем эти вещи подставить под сомнение, но мы можем также какие-то вещи пояснять. Но ситуация такая. Две жены Ламаха пошли искать его и нашли его сидящим. Он был слеповат, и он не мог сам идти. Между двумя трупами. Труп своего пра-пра-пра-пра и своего сына. И после этого Медраж говорит, они отказались с ним жить. Ну то есть спать с ним вместе. И тогда Ламах начинает им говорить следующие вещи. Смотрите, Бог смягчил вину Каина, который совершил умышленное убийство. А я совершил его неумышленно. Поэтому, если Бог сказал, кто будет мною проклятого еще догонять, тому будет наказано в семь раз, он говорит, то меня вообще как бы оставьте в покое. То есть 70 раз в 70. То есть типа, ну вообще не приближайтесь ко мне со своими обвинениями. Я сделал это неумышленно. Вот, короче говоря, примерно вот такая вот идея выложена в Медражах. Но я просто советую, есть много разных подходов к этому. Можно включать мозги, когда мы размышляем о священных писаниях. Нужно их включать. И не всегда у нас есть открытая книга. То есть мы не знаем много деталей. Иногда нужно фильтровать Медраж. Но иногда он говорит очень достойно и очень интересно, и очень в точку. Я вам дам сейчас еще один, только для примера. Это не касается нашей темы сегодняшней. Медраж, который, допустим, некоторые вещи для меня помогают. Кто не запомнил, что такое Медраж? Я могу спросить потом в экзаменационном вопросе, что такое Медраж. Медраж, это та же проповедь. С иврита есть слово Драж. Что это такое Драж? Дража. Нет. Дража. Проповедь разъяснения. И Медраж, это просто древний Драж, который был записан, на который есть какие-то ссылки. Теперь послушайте, каким образом мы можем увидеть, что Медраж, древняя Медражистская литература, еврейская, может нам помогать. Очень часто, когда мы видим какое-то непонятное место в священных писаниях, то мы идем просто к толкованию. И в мире есть целая куча толкований. И все там один перед другим. Очень часто люди, которые толкуют священное писание, пользуются тоже Медражами, только какими-то своими, нееврейскими. То есть, тот старец научил того, это вышло оттуда и толковали тем или другим образом. Всегда нужно брать что-то более близкое к источнику, к корню, к оригиналу. Чтобы эти две вещи, подводя вместе, имея определенное развлечение от святого духа, говорить, окей, так пойдет. Я вам сейчас покажу, как можно неплохо периодически пользоваться Медражами из историй, которые наверняка все знают. Опять-таки, я повторяю, что это не тема. Это как мы должны быть более с кругозором большим и стараться копнуть в вещах, которые возле корней лежат. Возле еврейских корней, я имею в виду. Редактор субтитров А.Семкин